Магаз считается одним из лучших среди городов региона по содержанию подвальных помещений. В городе порядка 50 заглубленных подвалов, которые вмещают в себя больше 84,5 тысяч человек. И практически все соответствуют стандартам. По адресу города Магаз, то есть в здании администрации города, каждое заглубленное помещение должно соответствовать определенным нормам. В данном подвальном помещении у нас, как мы видим, присутствует циста противопожарной защиты, водоотведение, то есть питьевая вода, вода для пожарных гидрантов, чтобы заправлять, если что, пожарные автомашины. Кроме того, в подвале местной администрации проведено электричество, проложены канализация, вентиляция. В заглубленном помещении есть санузлы, котельная, молельная комната. Вместо деревянной при входе установлена металлическая дверь. Подвал сможет защитить порядка 200 человек от фугасного и осколочного воздействия, а еще от обломков строительных конструкций. Также у нас имеются средства индивидуальной защиты для защиты населения от химической атаки. То есть в данном случае противогазы, они у нас рассчитаны пока что на персонал администрации, но в этом году, до конца этого года, мы планируем также еще закупить. А в другом ящике что? То же самое тут. Фильтрашки от химической защиты. От химической? Да, от химической защиты. Проверяют такие заглубленные помещения Планово раз в год. Большинство подвалов муниципальные и частные, поэтому в них своевременно проводят регулярную обработку от насекомых, устраняют протечки водоканализационных труб. Сейчас занимаемся резервами, материально-техническими резервами по закупке. До конца года мы планируем их закупить. Также у нас в плане разработки идет план гражданской обороны, то есть это определение пункта временного размещения в случае ЧС, чтобы отселить людей. То есть в Магасов риски идут по землетрясению в основном. Готовы к чрезвычайным ситуациям и в городе Карабулак. Здесь больше 30 заглубленных помещений. Вмещают свыше 9 тысяч человек. Вентиляция, канализация, электричество и вода. Здесь есть все необходимое. Кроме того, в подвале администрации уложен теплый пол, оборудована кухня и столовая. В данный момент мы проводим работу по проверке подвальных помещений, заглубленных помещений многоквартирного жилого фонда на территории города Карабулак. Проверяется на чистоту, на соответствие требований санпина. То есть, есть ли вентиляция, нет вентиляции. Ну, всем требованиям для заглубленного подвального помещения. Эта работа проводится. На контроле у главы администрации эта работа стоит. По итогам проведенной инвентаризации всего в регионе свыше 380 заглубленных помещений. Министерство по делам гражданской обороны ИЧС Ингушетии разрабатывают и реализуют план приведения в готовность гражданской обороны и защиты населения. Правительством республики Ингушетия создан реестр заглубленных помещений, подвальных помещений, предусмотренных для укрытия населения. Также межведомственная комиссия, созданная приказом министерства. Согласно плану графика, с 10 по 28 октября была проведена проверка состояния подвальных заглубленных помещений, по результатам которого был подготовлен акт, и этот акт будет передан муниципальным образованием для устранения выявленных недостатков. В планах у муниципальных властей разместить номера домов и организации, где в случае чрезвычайной ситуации будут укрываться жильцы. Информация появится на официальных сайтах городских администраций. Хаба Гайзикова, Ахмед Горбаков, Новости 24.